всем привет меня зовут юля добро пожаловать на мой канал как и просили показываю что я возьму в турцию с собой но вернее уже взяла и что мы оттуда привезем так смотрите много ничего не набирайте у нас один чемодан на двоих то есть вот такой не знаю насколько он литров считается но он общем средний размер самый большой брать не стала у нас когда мы поехали в турцию было всего 13 килограмм сейчас сколько будет не знаю надеюсь что не больше 20 потому что на человека в чемодан должен быть не больше двадцати трех килограмм а если у вас один чемодан на двоих то не больше 30 килограмм так смотрите я взяла 4 футболки вот так раз два три четыре но в это я приехала а 4 как раз сейчас на мне и шорты на мне тоже шорты я еще одни взяла их ни разу не надела три сарафанчика первый день надела в этом я вообще практически весь отпуск прогуляла вот это иногда одевала тоже парео вообще не понадобилось вот эту сумку с красотки про помните я показывала без нее я не знаю чтобы я делала я с этой сумкой просто ходила везде и муж ее таскал я таскала постоянно так мужу тоже три футболочки 4 по моему до 4 футболки вот четвертый сейчас на нем и шортики тоже на нем и вот вторые шортики трое пар носочков брали одни остались здесь носки то и не нужны постоянно с голыми ногами ходите кстати по тапкам единственное место которое сгорело это вот вот этот вот треугольничек больше нигде я не сгорела шляпу взяла тоже без шляпы никуда чтобы плечи не сгорели брали кстати крем для от загара ну не знаю нужен ли он в октябре но мы один раз помазались вроде как помогло не помогло не знаю но потом мы его просто забыли брать и не сгорели а загар ложится прямо ровненько коричневым цветом вообще супер так пыльно-мыльно-рыльная я взяла шампунь и бальзам но его можно было не брать все есть в номере вот как раз здесь и шампунь и гель для душа и там еще мыло вот здесь но у меня на волосах ботокс и поэтому мне нужен бессульфатный шампунь я не знаю что там налито внутри я взяла свое конечно но и без бальзам я жить не могу так бритвы мне не пригодилась потому что я пользуюсь фото эпилятором кстати обзор у меня есть на канале так щетки зубные обе взяли зубной пасту не взяли думали что здесь будет я почему-то не знала просто и даже не посмотрела зубную пасту берите с собой потому что мы в один магазин зашли она 4 доллара стоит в другом магазине уже 2 доллара короче у них цены нету цен нигде не написано и они вообще просто из башки себе выдумывают любые цены и оказывается можно в обычном магазине еще и торговаться я в шоке вообще так дальше для себя я взяла блокнотик с ручками если что сценарий к видео озвучки писать так 2 дезика с мужем взяла еще очки вот эти муж носил эти я белые я вообще даже еще и не доставала и не достану похоже этих хватило я их не потеряла не сломала слава богу в прошлом году я трое трое сломала очков и осталась без единого так маска очки плавательные не пригодились ножнички взял муж молодец думала не пригодятся пригодились зубочистки возьмите с собой потому что мы здесь не нашли но когда купили нашли в одном из баров только в одном единственном так power bank конечно же но это уже все мое тут у меня камера которую под водой снимает здесь стабилизатор для телефона и аптечку обязательно берите мизин какой-нибудь от тяжести в животе потому что здесь просто очень много всего съедобного мне вот например было плохо что я объелась и мне нужно было срочно какой-то мизин взять мизина здесь не было купила вот такое средство какие-то таблеточки там жевательные похожие на мел ну вроде как помогло 4 доллара стоит или евро тут у них евро и доллар без разницы нам конечно русским в долларах будет выгоднее покупать но какие-то продавцы делают больше долларов чем евро ну и как ну и конечно аптечка у всех индивидуальная уж не буду показывать свои таблетки берите те что у вас должны быть так дальше вручную кладь у меня расческа но это на всякий случай для телефона держатель бальзам для губ потому что губы сохнут на море это муж взял ногти стричь тушь с зеркалом ни разу вообще не воспользовалась ну и кому-то если надо вот эту штучку насчет нижнего белья взяли вот такой пакетище зачем непонятно потому что двое трусов например хватило бы по уши потому что когда переодеваешься после моря например с тебя снимаешь купальник его стираешь также и нижнее белье снимаешь стираешь одеваешь купальник то есть у меня в ходу только двое трусов были так обувь 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 тоже также взяла вот эти тапочки муж тоже взял вон те сланцы и еще у нас вот эти сланцы которые ни разу не надеванные вообще и вот эти сланцы тоже их не надевали то есть у нас представляете сколько бы места было бы если бы мы эти сланцы не брали в общем много не набирайте много не понадобится по-любому в интернете кстати есть много списков что взять на море погуглите посмотрите что вам нужно что не нужно но вот мне вот этого всего было предостаточно и даже лишку и ничего мне не просто не понадобилось больше ой забыла про купальник что само собой разумеется и еще брали надувной матрас он нам пригодился только один раз мы его в первый день взяли замучились надувать поплавали сдули и все так у нас больше и нетронутый висел по поводу документов вам оператор дает в электронном виде много документов мы взяли свои конечно паспорта паспорта загранники обязательно у вас собой должны быть ваучеры ваучер выглядит вот ваучер на отель и ваучер на автобус из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт то есть у вас должны на каждого человека ваучер на отель туда и обратно на автобус получается у нас 5 ваучеров еще туда обратно автобус на мужа она отель вот он один так дальше билеты естественно у вас должны быть распечатаны в электронном виде и туда и обратно так тесты и qr-код у меня был qr-код у мужа тест за обязательно спросили при оформлении когда нам выдавали билеты на самолет у нас в москве сейчас тест нам не нужно сдавать когда мы будем улетать из турции но в течение трех дней после прибытия в россию нам нужно будет опять эти тесты сдать мужа только так дальше вот как раз вот эти вот два ваучера по которым мы сейчас поедем обратно это у меня купленные билеты места в самолете потому что если вы не будете бронировать вас могут рассадить по разным местам самолета потом очень будет сложно поменяться так это документы у мужа вот по сломанной шее которую я брала но кстати он на этой штуке не зазвенел так документы на парковку а этот договор у них потому что у нас машина стоит около домодедовом приедем и позвоним по номеру там какому-то за нами сразу приедут мы должны будем отдать еще эту карточку назад ну а это у меня просто информация по отеле по моему да что там есть что нет все в общем куча документов очень много так что по деньгам по деньгам а мы разменивали 20 тысяч я взяла 260 долларов получается 20 тысяч рублей 200 долларов примерно приблизительно потратили мы все практически да мы кстати лиры тут взяли смотрите какие бумажные и монетки у них попросили мы уже копим бумажки и монетки так ну вот осталось у нас немного сейчас посчитаю из 260 долларов у меня осталось 20 всего вот но я сейчас вам покажу что мы накупили мы тут еще чаевые всем раздавали и по уборке и официантам и в барах по доллару по два совали им за благодарность так скажем потому что они так хорошо обслуживают такие все довольны такие все приветливые вообще нам все очень понравилось я вот только не знаю как нам вот уезжать мы наверное вот в таком виде поедем мы приехали в куртках вообще видите у меня уже прямо осень весенние куртка у мужа тоже то есть мы приедем уже будет холодно наверное в аэропорту оденемся но надо будет значит теплые вещи хотя бы положить где-нибудь здесь с краешку чтобы и быстро можно было достать и переодеться ну а теперь давайте покажу что мы купили мужу кепку сразу пошли покупать потому что он не взял с собой почему-то даже не подумал и я почему-то даже про кепку про свою белую не подумала в общем стоит 4 доллара так набор чаев которые надо будет заваривать 8 штук здесь все разные взяли попробовать по моему 10 долларов было так взяла мужу кучу трусов стоили пять штук 10 долларов сейчас на нем еще голубые это вот синие а еще голубые есть такой красивый цвет тоже классный кельвин кляйн очень любим очень удобные и на его 56 58 даже 2xl подошли идеально но я себе взяла двое такие черненькие бежевые тоже очень удобные взяли ему еще футболку такую тоже качество на высоте было 15 долларов за одну взяли за 10 можно найти и по 5 долларов аж 3 футболки но они такого ужасного качества такие скользкие не дышащие совсем это прямо хэбэшка взяли для кальяна табак 250 грамм очень вкусно пахнет очень дорогая штука это он сказал настоящий по моему баночка почти 1800 стоит а вот эти по 2 доллара у кого-то по 5 у кого-то по 4 но на самом деле это 2 доллара он сказал не берите это фигня я говорю ну надо же попробовать то вдруг не фигня мы же тоже что-то берем такое но сказал мяту можно вот с этим мешать а персик будет плохой но попробуем посмотрим не знаю мы люди не курящие но иногда бывает раз в месяц там два в месяц покурим кальянчик у так взяла 10 магнитиков 6 долларов 10 штук у кого-то они по доллару а у кого-то даже по 2 короче они не стесняются вообще цены дерут по полной ну взяла вот такой кошелечек у нас обычно денежки лежат если дом там в кошельке вот будет в этом кошелечке теперь лежать доллар по моему стоил так карты за доллар обычные мы просили пластиковые он сказал да нет они полупластиковые на самом деле они обычные бумажные еще нам дали какой-то очень лечебный чай нам его дали попробовать в магазине его даже от запаха нос пробивает прям вообще классный чай когда заболеешь будет прямо супер это знаете как он на вкус наподобие аджесепта и нужно 20 грамм то есть две чайных ложки на чашку мы здесь взяли 240 тоже учета очень дорого больше 1000 стоило насобирали друзьям в подарок еще ракушек и потом еще нашли пластиковые карты они действительно пластиковые тоненькие даже по весу вот эти легенькие по доллару стоили а эти три еще тут целый пакет жевачек всяких набрали я даже взяла вон куриные кубики попробовать какие у них вкусные и невкусные жевачки всякие конфетки а вот эти вот чаи по моему это то что нам в номер дают какие то есть вкусные какую-то мне муж давал она вообще безвкусная но так как в основном все по доллару тоже друзья попробовать дадим на подарки взяли еще зажигалочки такие красивые а еще я взяла себе вот такую красивенную чашечку вот вот сюда мы ездили вот это вот все видели вообще молодцы что и доехали до седе 5 долларов по-моему было так вот такая чашка за 10 долларов муж себе взял под пиво она металлическая вообще крутейшие и вот такую штучку 8 по моему долларов не знаю чуть такое но мы думали что это мини кальян тут угольки некуда ставить не знаю пусть будет красивая вещь анталия кемер седе турции так аланья и били по моему все тут есть не знаю как это все влезет в чемодан но у нас слава богу есть еще с собой рюкзак и сумка напихаем по полной программе похоже надеюсь все влезет ну а на сегодня у меня все увидимся лишь видео всем спасибо пока пока